Привет, друзья! У нас с вами слегка измученный, небритый Станислав Орехов, я, сиящий. Вообще счастливый и доволеный. Конференция завершилась. Ну, конечно, напродал, наверное... Сколько миллионов ты напродал на своей конференции? Оставим пока подсчёт бухгалтеру и чуть позже объявим о полной сумме. Слушай, у меня вот есть немножко вопросов про дизайн-конференцию. Ты же откровенный человек, правда? Конечно. У меня одна из основных вещей — это честность. Поэтому я никогда не говорю неправду. Ну, хорошо. Можешь немножко про конференцию рассказать? Она вот с точки зрения как бизнес-проект, она окупается у тебя? Да, конечно. Иначе зачем я её делал 10 лет подряд? Глупо было бы просто. А это окупание прямой или косвенно? Ты на билетах зарабатываешь либо ещё как-то? Слушай, на билетах на самом деле почти ничего не зарабатывается. Ну, именно на основном блоке. Потому что огромные издержки на аренду. Зарабатывается, ну, немного на партнёрах. Если тебе удалось поставить экстенды. И на веб-блоке. Но в целом, так как у нас большой штат организации, большая команда, денег там не сильно много. Больше это всё-таки статусное такое событие. И результат, скажем, больше идёт от такого долгосрочного флёра, когда у тебя целый год люди понимают, что ты действительно там лидер отрасли, делаешь какое-то знаковое событие. Вот от этого. То есть статус больше, как в честь журнале, понимаешь? То есть ты не можешь оценить конкретно. Да, она в минус не уходит, но и там супер доходов нет. Скажем так, меньше, чем в месяц ты зарабатываешь на проектах. Вот так. Я понял. Слушай, и такой вопрос у меня немножко нубский, знаешь, новичковый. Но вот у тебя стоимость услуг, как, не знаю, называется, бизнес-уровни, да, ну средняя стоимость, не VIP. Ну, смотри, почему, по дизайну, да, по обучению у меня высокой стоимости достаточно. А, я понял. То есть тебе выгодно привлекать долгосрочно новых клиентов на обучение, потому что это дорого для тебя? Мне выгодно и везде привлекать, потому что на обучение там дорого и я работаю, а на дизайн, там моей работы немного, там чуть дешевле, но там работает команда, то есть я времени трачу. А в личном обучении я лично время трачу. Хорошо. Слушай, а вот нас слушает какой-нибудь молодой дизайнер или дизайнерка, допустим, из Казани. Вот. И, а вот стоит ей либо ему свою конференцию в своем городе организовать, как ты думаешь? Если есть силы, пусть организовывают. Я могу приехать с удовольствием поджечь там аудиторию, если кто-то хочет. Сколько, 100 тысяч рублей, да, сколько нужно тебе? Ну, 100, 120, 150, где-то так. От 100 до 150. Чем больше зал, тем меньше гонорара. Если соберешь 500 человек, я бесплатно приеду. Ну, может, ты не продаешь им своих услуг, да? Ну, конечно, да. То есть, если зал маленький, да, ну, там, допустим, до 100 человек, тогда надо заплатить 100 тысяч. Если там 70, 50 человек, там 120, 150. Ну, потому что, конечно, мне нужно не только, это же не в моменте деньги заработать, это именно на то, что я рассказываю о системе. То есть, я продвигаю свою философию. Вот в чем самая главная ценность всех мероприятий. Заработок как такового, там, знаешь, как, ты же не певец, который ездишь там по гастролям, и не стендап-комик. А жаль, иногда, знаешь. Да ну, это рутина какая-то. Ну, знаешь, если им нравится, они на это зарабатывают. Вопросов нет. Это же просто не моя, ну, как бы, компетенция основная, да? Поэтому, ну, я туда не стремлюсь. Да и потом ты не наезжаешься. А можно еще вопросов у меня по поводу конференции? Тебе норм вообще про это рассказывать? Да, у меня есть какие-то ограничения, но я тебе скажу, про это я не буду и все. Ладно, спасибо. Если я буду слишком активно тебя трогать, ты скажешь, так нельзя. Вот, слушай, а, допустим, в Казани, вот, допустим, я организовываю конференцию и приглашаю Санислава Орехова. Мне на это нужно 100 тысяч заложить. А как я их отобью-то на тебе? Очень просто. Если ты меня пригласишь, то, первое, у меня есть много людей в Казани, кто на меня подписан. Второе, ты можешь, как бы, сам сказать, что приедет там условная звезда из Москвы. Ну, опять же, я нормально там к себе отношусь, но для людей это, как бы, событие. Вот, соответственно, к тебе придут люди, дизайнеры. Ты наберешь 100-150 дизайнеров. В Барнауле, вот я был, там 200 дизайнеров собралось. 200 в Барнауле. То есть, это практически все. Ну, в остальных городах тоже так бывает. Что это дает? Это дает возможность тебе взять спонсоров, которые выставляют плитку, паркет, ламинацию, технику. Ну, по-любому, что там есть магазины. Они все скидываются там по 20-30-50 тысяч. Ну, для них это не такие деньги. Организуют отличный фудшет и берут все контакты дизайнеров и тоже, типа, они причастны к мероприятиям. То есть, как бизнес-схема, это очень классно. У нас девушки, кто организует, ну, вот я много же где ездил, ну, не бесплатно, да, естественно. Соответственно, кто-то за это платит. И они платят, они тоже получают статус организатора. Они поставщики, допустим, они тоже получают статус такой. И плюс к этому тоже получают контакты лояльных дизайнеров. А потом дизайнеры-то делают, работу, и все равно они где-то покупают у них. Я понял. То есть, тема вообще рабочая. Просто 100 тысяч куда-то эти денешь еще. Ну, да никуда ты их не денешь. Кстати, девушки с Броналуа, всем им привет, кстати, отдельные, большой там, знакомые, классные мои. Вот. Они еще умудрились заработать. Они еще по 2000 в билет продавали входные. То есть, это не бесплатно еще было. То есть, они окупились даже на билетах, там, 400 тысяч, получается, если 200 дизайнеров было. Ну, там, гости, я так понимаю, еще кто-то был. Ну, 1250-300, они даже на билетах и купили. То есть, это вопрос, как бы, предпринимательства твоего. Хочешь, приеду к тебе в Берлин. Прекрасно. Я разорюсь, слушай. У вас дизайнеров нет, я знаю. Да, у нас тут сложно с этим. Все, я согласен. Слушай, такой еще вопрос. Вот я в свое время много на конференциях был на айтишных. Я как айтишник, можно сказать. Вот. И все время, знаешь, у меня чувство такой флер от этих конференций, что там на самом деле чему-то научиться очень трудно. Люди занимаются просто такой профессиональной самопрезентацией. Они рассказывают о своей философии. Ну, это прикольно послушать. Вот я пришел на дизайн-конференцию, выступая, Станислав Орехов рассказывает о системе 7 плюс 7. Вот. Ну, то есть, ты прослушал полтора часа, ты понял, что система клевая, но, как бы, ты непосредственно ничего применить сразу не можешь в своей жизни. Вот ты как с этим? Это нормально так? Ну, смотри. Есть разные типы выступления. Есть выступление самопрезентация. Да, действительно, кто-то вышел и рассказал. Ну, это самый такой базовый уровень. Ну, наверное, он даже скучный. Есть выступление, ну, типа, как марсер-класс. Вот я, у меня не было полтора часа, я за полчаса сделал выступление свое. Очень классно, я считаю. Потому что я разложил тему всю уникальность. То есть, люди нашли за полчаса уникальность. Не только нашли, записали себе, в чем они уникальны, прям конкретно. Да, выбрали свою философию. И записали свою миссию, конкретно сформулировали. То есть, вот эти вот вещи, которые там можно целый год думать, ну, или там полгода и метаться в себе. Они это сделали за полчаса на выступлении. По моей методике, которая я заработал. То есть, мое было выступление, как мне кажется, ну, и по отзывам оно было полезным. Я тебе потом пришлю, если ты хочешь поспал. А другие, ну, другие по-разному выступают. Да не надо ничего платить, оно как бы... Я же миссию свою рассказываю, показываю пользу. Поэтому потом заплатишь. Договорились. Вот слушай, кстати, по поводу уникальности, интересная штука. Я буквально вчера читал статью на американском психологическом журнале. Там описывали концепцию, которая называется перформативная аутентичность. Звучит сложно, я сейчас за минуту расскажу, в чем суть. Раньше, когда-то там в 19 веке, люди очень сильно боролись за некую индивидуальность, особенность. Но для них это был такой инструмент саморефлексии, понимания себя. Понять, чем я отличаюсь от других и свою какую-то миссию, цель в жизни найти. Ну, вот люди так жили и жили. А сейчас за расцветом социальных сетей, Инстаграма, Фейсбука, чего угодно, это все изменилось. И людям важно свою уникальность не только найти, но очень быстро продемонстрировать другим. Прям нужно показать, чем ты отличаешься. Вот, и это, собственно, поиск такой аутентичности. Он немножко такой напряженный для людей, похожий на какой-то секс, если у вас 3 минуты есть до прихода родителей. Нужно очень быстро придумать что-то найти в себе, необычное, странное, или просто перенять у других людей. Там порода собак, хобби, увлечения, путешествия, важно отличаться. И это аутентично, должна быть перформативной, то есть как бы выраженной наружу. Людям важно, то есть человек не пойдет в клевый ресторан просто так, если он не может фотку в Инстаграм выложить. Я про себя это могу сказать. Я по Мишленовским ресторанам хожу. Если мне в ресторане скажут, слушайте, у нас нельзя фоткать, я прям расстроюсь. Ну, то есть, а как я покажу другим, что я в нем был? Вот, и в этой статье там много про это пишут, рассказывают. И, например, интересно еще в том, особенно, что люди, которые ищут свою уникальность, пытаются ее как-то придумать, сконструировать, они часто испытывают очень сильный стресс, потому что они на самом деле не принимают, не присваивают себе то, чем они отличаются. Ну, просто важно отличаться. Я бегом стал заниматься, чтобы отличаться, но я не люблю бегать. Это вызывает внутренний стресс, и поэтому в том числе в журнале пишут, что люди нашего поколения, нашего времени стали чаще обращаться к психотерапевтам, потому что, ну, блин, ты живешь, не можешь понять систему законов мира и окружающего, ты хочешь отличаться, не понимаешь, ты достаточно отличаешься или еще нет, и, короче, прям паришься. Вот для чего по этому поводу думаешь? Слушай, я думаю, что вот именно для таких случаев я и рассказал, как это найти быстро, оригинально, в соответствии с тобой. Все, что ты сейчас назвал, я считаю, что это от недостатка образования. И от искаженных каких-то данных. То есть, давай первое, попробуем разобрать эту всю тему. Давай, вот, кстати, давай. Ты сказал, что есть как бы некая обязанность быть уникальным. Да. Ну, для того, чтобы быть успешным, да, был за других там себя и так далее. Знаете, это не обязанность, ты кому ничем не обязан, ты можешь быть не уникальным, ты можешь вообще не быть брендом. Ты можешь просто давать рекламу, и ты можешь вообще свое лицо никому не показывать. Это просто способ, это один из инструментов привлечения внимания. Ты либо ему пользуешься, если он у тебя органичен, либо не пользуешься. Просто он эффективный. Почему? Потому что люди любят доверять людям. Вот. Ну, как бы с этим ты можешь не пользоваться. С этим разобрались? Да, согласен. Все, смотри. Если ты решил пользоваться, для чего? Для того, чтобы получить некую выгоду, преференции в конкурентной борьбе. Так получается? Да, разумно. Теперь твоя задача какая? Найти уникальность для того, чтобы тебя быстро, внимание привлечь, ну, к тебе, да, чтобы можно было тебя идентифицировать. Что такое уникальность? Уникальность – это ценности твоей некие. То есть люди с древних времен, да, свой-чужой распределяют. То есть, по сути, они кучкуются по группам. Я люблю того, кто на меня похож, либо разделяет мои ценности. Я у него буду покупать, с ним водиться. Погласен. И так далее. Вот. Теперь, исходя из этого, бессмысленно заниматься бегом, если он тебе не нравится. Это будет подделка. Тебе нужно найти, если ты любишь, там, не знаю, есть, пить, пусть твои ценности будут есть и пить. И ходить по ресторанам. Тебе не надо ничего выдумать. Смысл уникальности – не понравиться кому-то, а быть в гармонии с собой. Тогда ты приобретаешь уверенность, и тогда к тебе тянутся, в принципе, люди. Ну, не, я поспорю с тобой. Слушай, блин, правда. Вот я похожу по Мишленовским ресторанам, но я до сих пор сам не могу понять, вот сколько в этом моего искреннего удовольствия, интереса к гастрономии, а сколько любовь именно к хождению в дорогие рестораны. Для меня самая вкусная, наверное, еда в жизни, это бабушка вот рыбы пожарит, там салатик сделает, это же реально вкусно, холодец сварит. Окей. Ну, то есть, типа, простая еда, тоже ее вкусно есть. Здесь просто вот тебя послушает средний человек, он скажет, блин, а я вот не знаю, правда, я, например, люблю в тренингах валяться на диване, и салат есть, и сериал Netflix, и смотри. Какая у меня, Станислав, уникальность? Никакой. Почему никакой? То, что ты любишь это делать, это не делает тебя не уникальным, ты просто в момент досуга можешь делать все, что угодно. А теперь мы возьмем не момент досуга, да, а если ты человек, как бы, не только который, там, пиво пьет, да, и, там, сходит на ней любимую работу, а у кого есть любимая работа, это одна из проявлений ценности человека. Когда человек полноценен, он и, ну, защита у него есть базовая, да, и ты видел, да, по пирамиде масло, там, у него есть потребность творить. Вот люди, как бы, у которых есть потребность творить, они выделяются в работе, у них есть уникальность, как они это делают. Ты делаешь в тексте, я делаю в дизайне, да, в обучении, еще где-то, ну, то есть у каждого это есть, кто чуть-чуть продвинулся. Вот, соответственно, твоя задача понять в чем. Это то, где ты применяешь свои таланты, это направление, это ниша, да, но как ты это делаешь, это уникальность. К примеру, я делаю дизайн системно, я тексты пишу, как? Не знаю. Также системно? Ну, да. Просто ты делаешь творчески как-то по наитию, ты и дизайн будешь делать по наитию, и в этом твоя уникальность. Слушай, вот сейчас бы на конференции, вот ты бы сказал бы, ребята, в зале там, не знаю, тысяча человек, ты сказал бы, ребят, вот честно, поднимите руку, кто из вас делает свою работу дизайнера, и прям вот, прям считает, что это дело всей его жизни, он любит его, и никого стресса не испытывает, поднялось бы там пять рук бы, наверное. У тебя ползала, они работают, чтобы денег заработать. Нет, я такое делал, и я тебя разочарую, дизайн идут не ради денег вообще, дизайн идут, потому что не могут иначе. Я знаю, что ты как бы ради денег писательством занимаешься, вот, ну, может быть ты лукавишь, так я не знаю, но в дизайне, я тебе честно говорю, вот, я могу в следующий раз ради тебя такой эксперимент провести, возьму сторис и сниму, окей? Я просто уже так делал, чтобы было доказательство, я сделаю, то есть будет зал, и скажу, ребята, кто в дизайне по призванию? Они все по призванию, и я тоже по призванию. Я бы мог заниматься любой теме, ты же понимаешь? У меня в ценностях стоит творчество и красота. То есть, вот он меня стоит. Зачем я вот это вот все строю? Зачем мне это надо? Я бы снимал, не знаю, где-нибудь на Airbnb квартиру себе, любую, или там дом, с колхозным дизайном, и деньги бы проедал там в ресторане, либо прожигал бы где-нибудь. Мне это нравится, я вкладываю сюда инвестирую, понимаешь, это то, куда тебя тянет. У каждого это свое. Ну, слушай, а зачем тогда эти люди идут на твою конференцию, если несчастливы в своей работе? Человек, который счастливы в своей работе, он часто с собой не видит. Ну, типа, все хорошо, прекрасно, я так работаю. Ничего подобного. Смотри, ты хочешь творить, у тебя есть потребности, ну, разные, да? То есть, потребность в деньгах, потребность в эффективности, чтобы ты, время, чтобы у тебя появилось, потребность в нечто большем, да? Вот ты творишь на своем уровне, но тебя не берут какие-то большие проекты, ну и так далее. Вот, соответственно, для чего идут? Для того, чтобы быть более эффективным. Мы не обучаем там дизайну, мы обучаем партнерству, бизнесу, отношению с клиентом, ну, развитию в этой теме, и разными способами. Почему конференция? Потому что у тебя 20 человек, спикеров. Каждый выходит и говорит, я за делегирование, у нас все разные. Другой выходит и говорит, я, говорит, за единство с командой. Я вот деньги никуда не вывожу, себе не трачу, все в команду, все в дом. Третий выходит и говорит, нет, ребята, большие дорогие проекты нам не нужны, мы клепаем, дизайн должен быть доступный. И рассказывает, как он легко.ком. Знаешь такой сайт? Нет, не знаю, что. Какой? Помнишь, было сделано.ком. Да, 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 я над ним работал. Вот это аналог, легко.ком, они живые, вот у нас были. Соответственно, кто-то выходит и говорит, я только с випами работаю. Кто-то говорит, у меня студия, кто-то говорит, я сам или сама. Я вот поняла, что студия мне не нужна. То есть способы достижения гармонии разные. И у тебя есть по целям, по ценностям, 15 примерно ценностей. На самом деле, там сколько, около десятки, 10 как бы основных. Кто-то в эко-тему идет, кто-то в красоту, кто-то в деньги, кто-то в доминантность. То есть все по-разному разбредаются. И так как людей еще много, и ценностей много, но суть одна, они все по-разному это делают. И каждый должен найти свое, он его и не видит. То есть, грубо говоря, если я правильно понял, можно прям посмотреть на список ценностей, и понять, какая тебе близка, и пытаться сконденсировать свой уникальный спокруг этой ценности. Не только посмотреть, есть упражнение, которое ты прям делаешь, заполняешь тестовый опросник, и тебе выдается твоя ценность. Ты такой, о, нифига себе, это я. Потом такой, о, так точно это я. Блин, а это всегда прям срабатывает с человеком? Не бывает, что он не чувствует какую-то искусственность вот этого всего, создания ценностей? Ну, если он не врет себе, да, ну, если он может себе честно ответить. Ну, то есть, что, когда ты отвечаешь на тест, у тебя есть возможность собрать, показаться. Да, конечно. Да. Если ты не кому-то это говоришь, чтобы кому-то понравилось, а сам для себя заполняешь по технологии, то, ну, я думаю, что будет близко. Но я себе делал, я выяснил следующее. У меня ценности являются, как ни странно, это... Ну, ценность, там есть две ценности. Первая – это общечеловеческая, то, что не про тебя. Ну, как бы критерий ценностей. Это может быть там мир во всем мире, эко какая-то тема, да, единица с природой. У меня, получается, это, ну, бывает, свобода, самостоятельность. У меня это красота получается. То есть, вот гармония, красота, гедонизм и свобода. Вот оно в одном круге находится. Ну, вот ключевое, если я выбрал, это вот именно красота, потому что все, что я делаю, вот дизайн – это про это. А потом второй круг ценностей – это какими способами ты к этому идешь. У меня здесь честность получается, ну, потому что так, развитие. То есть, постоянно надо что-то новое. Если было не так, я бы бизнес на визуализации сейчас строил большую компанию. И третье – это системность. То есть, все, что я делаю, оно должно, как бы, ну, я не работаю, вот если это все три не соблюдено. Ну, мне просто неинтересно, это не мое. Вот у кого-то это другое. Кто-то скажет, я наоборот за общение, то есть, может быть, общение с людьми, я за работу в команде. Да, при этом я как бы один работаю прекрасно, кто-то в команде. И он сам себе выбирает. И как только ты понимаешь это, ты к тому и стремишься, и люди к тебе приходят. Вот твоя уникальность появилась. Это привлекает клиентов, партнеров, сотрудников, и ты сам успокаиваешься и не дергаешься. Вопрос. Можно ли выбрать уникальность, которую, например, ты сейчас в себе не чувствуешь, но стремишься к ней и хотел бы в будущем ее иметь? Смотри, там есть такая особенность. Ценности меняются с ростом твоим. Твой рост какой? Сначала ты профессионал, ты закрываешь базовые потребности. То есть, тебе все равно что делать? Ну, как только ты их закроешь, ну, у тебя будет хватать денег на твои базовые, все нужные, у тебя будет квартира, там, сколько хочешь еды, да, и развлечений. Дальше ты спросишь себя, ну, а что дальше? И вот дальше у тебя ценности поменяются. У тебя уйдет ценность денег, и ты, ну, будешь заниматься там писательством или чем-то еще просто ради удовольствия. И если это не твое, оно у тебя поменяется. Если твое, ты это продолжишь. И у тебя есть несколько уровней, то есть, уровень первый, там, ты, условно, фрилансер, уровень два, ты, там, мини-команда, уровень, это роста компании и бизнеса, да, уровень третий, у тебя система появляется, уровень четвертый, это ты независимую компанию делаешь там взрослых людей, каждый, который приносит свое. Вот у тебя ценности меняются, их культура меняется, и люди разные. Поэтому ценности основные меняются. Ты знаешь, какие инструментальные ценности меняются, скажем так, но то, ради чего ты делаешь, вроде как ты не меняешь. То есть, вот, допустим, я иду по жизни к красоте, ну, несмотря ни на что, это вот большая ценность для людей, она является основной. А кто-то идет, там, допустим, за равноправие, да, вот, не революционируется, всякие, кто там, ну, вот, кто выходит на митинги, короче. Им важно, что все было справедливо, ну, по их, мне, допустим, это как бы особо не касается, то есть, я их понимаю прекрасно, у них своя жизнь. Есть эко-активисты, им важно, чтобы все было эко, то есть, окей, и я их понимаю. То есть, понимание ценностей помогает понимать мотивацию других людей, не удивляться, не осуждать, такое, окей, все, ясно, ну, просто мы не совпадаем. Уважаю тебя, но, как бы, ко мне не лезь, пожалуйста. Слушай, есть вопрос у меня прям, вот, прям скристаллизировался. Ну, и смотри, вот эти ценности, они, как бы, это некая проекция групп людей в обществе. Вот есть, условно, какая-то группа заказчиков, которым эко-тематика важна, они пойдут к человеку, у которого есть эко-ценность. Ну, размер этих групп, он разный. К примеру, людей, которые пройдут за справедливостью в дизайне, мало. И я, например, выбираю такую уникальность, я рискую, как бы, оказаться в луже, а не в озере. Но ты не попадешь в дизайн, если у тебя ценность, ты попадешь, скорее, в политику, или куда-нибудь на митинги, там, или бою. А, то есть, на глобальные ценности, даже не связанные с дизайном. Да, дизайн – это средство выражения, ну, только и всего, способ достижения. Вообще бизнес и вообще твоя работа – это способ достижения твоей ценности. Отсюда миссии, кстати, возникает. Что такое миссия, казалось бы, да, вот это непонятное понятие. Я вообще понял, это просто элементарно. Ты берешь ценность глобальную свою, допустим, красота, и ценности инструментальные, ну, это система. Я делаю красоту через систему, все, у меня миссия появляется. И у тебя точно так же может быть, ну, какая-то там своя, то есть, допустим, удовольствие в жизни через, там, труд, например, да, или что-то, или, там, через ненавистную работу. Судовались, как, кстати, там, на фамильном гербе нужно выйти, да, 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 деньги через, через мучения. Да, через страдания, вот и все. И все, расслабиться и кайфовать. Да, это какой-то ВДСМ финансовый. Согласись, уже это даже на аватарку тянет, ну, как бы, написание. Да, слушай, но это… Это как показать людям, что ты идиот, не говоря слова «идиот»? По-моему, это вот оно, я понял. Слушай, это очень интересно, мне нравится. А вот как ты относишься к концепции «fake it till you make it»? Ну, типа, пародируй или мимикрируй под какой-то образ, пока сам его не достигнешь. Это возможно? Ну, да, возможно, да, это работает схема. Ну, в принципе, ты так и растешь, смотри, ты выявил свои ценности, ты такой, окей, я себя понял, какой мой следующий шаг? Ну, желательно не противоречить ценности, но, чтобы перейти на следующий шаг, ты должен соответствовать. Как соответствовать? Тебе нужно себя вести, ну, как будто… То есть, короче, так, если ты неуверенный, ну, представь, что ты уверенный и, как бы, прокатит, ну, как бы, более-менее не на 100%, но процент на 20 прокатит. Ну, просто притворить. Ну, это тоже свойство нашего мозга, получается, что он тебе дает указание, что как будто я все могу. Посмотри на себя со стороны аватара. Вот, соответственно, ты ставишь себе на планку чуть-чуть выше, делаешь, смотришь, ничего не случилось страшного. Ты вышел на сцену, тебя там никто там помидорами не скидал. Какой ничего себе, так это я могу. Вот, и так ты потихонечку растешь. А это не выглядит смешно, как вот эти инфобизнесмены, которые на капотах Бентли сидят? Выглядят, да, ну, выглядят, окей, ну и что? Они сегодня сидят, а завтра они действительно зарабатывают. Ну, да, ну, то есть, а в чем проблема быть смешным? Ну, да, на того посмеялись, ну, ты-то подрос, ну, хорошо, понимаешь? Не-не, да, я согласен, ну, то есть, конечно, здесь просто, наверное, смешным выглядит такой, знаете, каргокульт, присвоение символов, которые тебе на самом деле не принадлежат. Ну, ты носишь пиджак, но не хороший, дорогой, сшитый по мерке, а такой, типа, дешевый, купленный. Как будто, знаешь, как эти папуасы, которые строили деревянные самолеты, потому что американцы улетели с острова, и они думают, что вот эти самолеты, боги им приносят еду, как раньше было. Они вот продолжают верить в эти джипы. Не знаю, у меня какое-то скептическое отношение. Слушай, ну, ты прав, в большинстве случаев это так. Мы сейчас, если говорим о человеке разумном, умном, да, который проанализировал и понял, то есть, когда ты все понимаешь, ну, окей, когда ты не понимаешь, скажем так, да, вот, допустим, если ты понимаешь, зачем ты фоткаешься с Феррари, когда ты, ну, реально понимаешь, допустим, у тебя продукт нацелен на молодых людей, которые хотят за счет мотивации зарабатывать, ну, первые свои, там, 30 тысяч, например, а они студенты. Ты, в принципе, понимаешь, что это смешно со своего уровня, но ты должен сфоткаться для чего? Для того, чтобы поднять их мотивацию. У тебя, допустим, продукт мотивация. Ну, вот так. Как Тони Робинс прыгает на сцене, он что, идиот, что ли? Нет, он понимает, что, чтобы люди сдвинулись вперед на их уровне, ему надо поплясать. Он такой, окей, ладно, значит, делаем для людей. То есть, по сути, это любовь к людям, в принципе, можно так воспринимать. Слушай, это очень мотивирует, ты прав, я согласен. У меня такое же, там, в копирайтинге, преподавании, редактуре, похоже, бывает, приходят люди, которые приходят просто, чтобы ты им сказал, что они молодчинки, что они хоть что-то могут. И я сначала к этому очень скептично, я даже злился. Ко мне приходит женщина, она, допустим, в школе работает, учительница, 20 лет проработала и поняла, что не ее. Все, жизнь, типа, знаешь, уже по параболе вниз начинает спускаться, значит, это хоть чем-то заняться, успеть. И она приходит с какими-то глупыми вопросами, она говорит, Сергей, я вообще, я что-то могу, там, у меня хоть что-то получится в жизни, а я злюсь. Я говорю, типа, какого хрена, я что тебе, психолог? И в какой-то момент, я уже устав от таких вопросов, я стал, говорю, да, у вас все получится, все нормально. И представь, у нее прям вторая космическая включилась. И в нее получилось. Она написала, кстати, у Тинько журнала, например. Ну, то есть, просто поверила в себя. А я вот от меня сел и задумался. Я думаю, вот она мне денег заплатила, и вот, чтобы я ей подбодрил, это нормально, как бы? Мне это все равно стыдно брать, вроде кажется. Не, нормально. Деньги, понимаешь, это же, ну, как это не последний там кусок, это инвестиции внимания, времени и всего остального. То есть, платить деньги и брать деньги нормально. То есть, это хорошо. Это обмен энергии. Ну, как бы плохо, ну, наоборот, не платить, не брать и там халявой заниматься, и раздавать халяву. Это все не работает, это ты плодишь, этот самый криминальный обмен. Такой термин есть, когда ты превышаешь, либо принижаешь. То есть, когда, помнишь, мы обсуждали много раз, что, вот я сейчас подожду клиента, посмотрю, на какой машине он приехал, и сколько у него денег, вот. Это криминальный обмен, то есть, он тебя учит только искать какие-то такие шансы, да, и, как разбойник, да, вот он никогда ничего не построит. Вот, поэтому так же здесь. Я, кстати, раньше, у меня дурацкая шутка была, там с клиентом обсуждаешь работу, а потом он в Zoom выходит с телефона, и видно, что он в машине едет, и там такая машина со стеклянным потолком, вот этим, ну, я плохо в них разбираюсь. Я говорю, что это за машина, у меня тренджровер. Я говорю, блин, я продешевил, кажется, у тебя меньше денег взял, с чем хотел. И люди через раз, они вообще не вдупляют, типа, что в речи, он говорит, а какая разница, у меня еще и там и Opel есть. Ну, типа, я на Opel ехал, нормально было бы? Ну, да, есть, типа, не смешно им. А я-то думаю, ну, короче, да. Не, ну, это так, пообжать, конечно. Ну, то есть, смешно тем, кто понимает психологию, понимает, почему ты так сказал, что ты находишься, ну, как бы на какой позиции, и, ну, можно поддержать. Ну, типа, подрастешь, будешь брать побольше, можно так сказать. Тоже пошутить в твою сторону. Это смешной момент, действительно. Слушай, такой еще вопрос есть к тебе. Мы сейчас с тобой делаем такой небольшой пробный проект, называется Quiz. Вот, и я его пишу, а ты направляешь меня своей рукой, комментируешь. И там один комментарий, даже не один, был такой, который меня очень заинтересовал, я хотел бы его обсудить. Я иногда в тексте пишу и немножко как бы извиняюсь. То, что в мире переговоров называется травить леску. Ну, например, я пишу, там, ну, приведу к примеру жизни, чтобы с Quiz пока не полить его, раз он не готов. К примеру, приходишь на встречу, и там сидят люди в переговорке, и ты заходишь и такой, слушайте, я сегодня едва не опоздал, я такой растяпа. Считается, что, мол, полезно как бы показать, что ты такой простой человек и снижает уровень требований в глазах окружающих к тебе. Да. Но ты мне постоянно говоришь, что это слабая позиция, так нельзя делать. Да, да. Что раскрыть? Смотри, в Quiz это слабая позиция. Почему? Потому что там ты должен выступить в плане авторитета. А на переговорах хорошая позиция часто. Ну, то есть, не то, что хорошая, это один из инструментов, когда ты хочешь бедительность, ну, условно, врага, либо с кого-то наговоры, знаешь, переговоры, да, начинь принизить. Это как в войне, ты, допустим, идешь на переговоры, и говоришь, у меня войско маленькое, там, мы не знаем, победим или нет, а у тебя там огромные уже эти самые батальоны идут. Ну, то есть, это как бы хитрость такая военная с точки зрения переговоров, чтобы получить побольше свое. Когда ты один на один. Когда ты в тексте это делаешь, то твоя задача показать, что эксперт. Эксперт не сомневается, эксперт знает, как надо, эксперт не говорит, в этом случае или в этом случае, эксперт, ну, на то он эксперт, если он представляется экспертом, чтобы к нему пришли, чтобы как раз, ты знаешь, чтобы сказали, делай вот так. Почему? Потому что так правильно. Все. Это вот правильная позиция. Это из той же серии, что хороший дизайнер приносит один вариант дизайн на лучший сразу. Это позиция сильная, то есть, ты говоришь, я не согласен. Понимаешь, как только человек говорит, я не согласен, пишет, я обосную свою позицию. А так получается, он говорит, ну, а ты расскажи мне, какой вариант лучше. То есть, дальше он на тебя начинает наседать, просить варианта. Но это все в переговорах и психология. А то, что ты в тексте, как бы, например, ну, я в данном контексте, в тексте себя немножко принижаю, это не добавляется в той точки зрения доверия к окружающим, а не понимаешь, что я обычный человек, такой же, как они. Ты, да, но ты мой квиз пишешь. А, ну, ну, слушай, я, ну, это сложный вопрос. Смотри, давай я тебе скажу. Давай, давай. Когда ты личный бренд делаешь, есть четыре разных варианта личных бренда. Четыре? Я только два могу придумать. Давай, какие два? Ну, мы говорили уже, что есть концепция профессионала, когда человек демонстрирует свою экспертность, и он сфокусируется на профессиональной тематике. Есть концепция человека, который демонстрирует софт-скиллы, эмпатичность, рассудительность, аккуратность, любопытство. Ну, вот два я могу представить. Профессионал и клевый парень. А какие еще? Да, правильно, клевый парень. Я сейчас, смотри, клевый парень тоже будет быть профессионалом. Я сейчас говорю не... Смотри, допустим, все профессионалы. Возьмем за аксиолога. Это первое. Теперь, как профессионал может себя продвигать? Он может продвигать себя с точки зрения клевого парня. Что это значит? Это можно по юнгу, по психотипам посмотреть, вот эти архетипы. Это человек, который вот... Рубаха парень. В чем плюсы? В том, что большое количество людей к нему тянутся. Он приятен, он интересен, он располагает. То есть тебя приятно слушать. Ну, даже, скорее всего, более приятнее, чем меня. Для многих людей, если брать вот в массе. И что тебе это дает? Большое привлечение внимания к своей прессовне. Ты этим купаешься и меняешься энергией. Минусы в чем? Ты становишься другом. А другу с другом не ходят на свидание. С ним дружат. Соответственно, у тебя мало будет денег. У тебя продукт будет маленький и дешевый. У тебя будут покупать, как всегда, недорогие продукты, ну, не более 10-15 тысяч рублей. Ты не продашь ничего за сотку с такой позиции. За 200. Почему? Я вот, кстати, не могу понять, почему не продам. Продам. Ну, с друзьями некоторые работают, разве нет? Ну, смотри. Ты, может быть, продаж. Окей, я не знаю, там, твоих клиентов, что они покупают. И, наверное, ты даже больше продаж. Я говорю, в общей массе, да, когда ты смотришь блогер, то есть это позиция блогера. Друг, который вот переживание вместе. У них маленькие дешевые продукты. Потому что… Я понял. Им смысла нет большие продавать, потому что из больших продуктов у них купят, ну, 2-3 там человека. Им выгоднее просто финансово, если ты посчитаешь. У них в процентном соотношении купят гораздо больше число средних или маленьких продуктов. То есть это нехорошо и неплохо. Даже, кстати, блогеры в общей массе могут больше зарабатывать. Если они понимают, что именно такой позиции надо идти. У меня продукт дорогой, у меня позиция авторитета. Ну, то есть я хорошо разбираю, знаю. У меня по психотипу такой. Вот. У меня в минусе отношения стоят наоборот. То есть, ну, вот я такой сам по себе. Поэтому у меня другая позиция. Поэтому, когда ты пишешь с позиции друга для позиции эксперта, тебе надо как бы это фиксировать и понимать. Я понял. Теперь я понял. Еще есть две, ну, кратко скажу, что… Ну, детально не буду. Значит, еще обратите внимание, есть позиция… Хотя давайте, давайте в следующий раз. Не буду рассказывать. Значит, вот как так, а? Давай, кратко. Есть сообщество, да? Еще дополнительно лидеры сообщества, да? И есть звезда, позиция звезда. У звезды без разницы, что покупать. Это прям супер, там, типа, из экспертов, авторитет. Об этом во всем будет у меня книга по психологии продажа. Фундамент продаж будет называться. Там будет все. Поэтому спойлер такой небольшой. Я просто в этом назывался с точки зрения продаж и психологии. Там все очень просто. Очень просто. И очень все на любой вопрос практически есть ответ. Слушай, я прочитав эту книгу, человек может прям сделать личный бренд? Да. Будь здоров. У меня религиозный бренд. А к тебе вот, например, может прийти человек и сказать, Станислав, разложи-ка мне вот мои уникальности, особенности. Ты можешь человеку личный бренд построить? Конечно. Я так и делаю. И сколько это стоит? Ну, со мной лично работа 15 тысяч в час я беру сейчас. Ну, вот за 30 тысяч за 2 часа могу построить. Если нужно написать прям что-то конкретно, ну, то есть, чтобы я писал, это около 50 будет стоить. Ну, вот. Слушай, ты подороже меня берешь, я смотрю. Ну, слушай, ну, результат у меня будет. Я, ну, как бы личный бренд, стратегию компании пишу. Ну, а как еще, если ты собираешься строить этот самый бизнес, то это маленькие деньги. На самом деле это дешево, потому что нормальные маркетологи берут 150. И мне говорили все, что это дешево. То есть, 150 это стоит. Просто это не мой бизнес, я это делаю в качестве там по фану, ради эксперимента. Ну, и просто мне интересно. То есть, я провел там уже 50 коучинг таких сессий. Просто мне прикольно, чтобы проверить свою теорию. Я больше это как бы для проверки теории делаю, нежели как бизнес. Интересно, хорошо. Очень клевая тема, очень. У нас вот есть у меня ученица, Даша Ковач. Она как раз вот этим занимается, помогает распаковывать потихонечку. То есть, у меня тоже такой бизнес интересный. Слушай, а как вот это, есть у тебя какой-нибудь опыт, кейсы, практика? Вот есть человек какой-нибудь, предприниматель, у него нет сформированного личного бренда. Ну, жил как живет, работает как работает. Вот. А вот ты взял ему личный бренд, настроил, построил. Он тебе будет больше зарабатывать денег? Ну, сам по себе личный бренд ему ничего не даст. Это даст ему, как знаешь, множитель. Вот у тебя есть соль. Ты блюдо приготовил, типа соль, ты же не наешься. Но, скорее всего, если ты подсолишь, там поперчишь, то у тебя будет повкуснее. Вот, соответственно, ну так это работает. То есть, это множитель. Личный бренд – это не панацея, а множитель. Я понял. Интересно. Слушай, это... В своей сфере небольшой личный бренд есть, но он сформирован не системно. Просто есть такое слово «клучш». Это что-то, что выполняет функцию, но работает хаотично, непонятно. Есть пример «клучш» хороший, когда через реку мост был, мост упал. Ну, и люди все равно по упавшему мосту, эту ручейку, эту речку переходят. Вроде как бы он сломался, но все равно функцию продолжает выполнять. Вот непохожим образом личный бренд работает. Слушай, знаешь, мне кажется, у тебя он работает для людей, с которыми ты уже знаком, не для новых. Ну, это разве плохо? Почему бы и нет? Это неплохо, просто это одно из направляющих. На самом деле, суть личного бренда, чтобы люди, которые тебя не знают, быстро узнали про что ты. То есть, те, с которыми с тобой знакомы, им в принципе все равно. То есть, они и так тебя знают, они сами составили о тебе впечатление. Личный бренд больше на новых работает. Поэтому все равно со старыми твоими знакомыми, а вот с новыми это важно. Ну, с другой стороны, я, чем у меня нет бизнеса, нет студии, я сам с собой работаю, у меня так клиентов там больше, чем я могу их обработать. Ну, вот, кстати, еще одна тема такая. У нас, я вот все время говорю, то есть, я подразумеваю, что студия это, по сути, не компания какая-то, да, что это место или там люди или какая-то организация. Это просто состояние души, в котором ты понимаешь, что ты работаешь совместно с кем-то. А для многих, вот, знаешь, такое, ну, у меня же студии нет, мне это не надо. А студия начинается с головы. То есть, сначала, как только ты построил себе внутри, у тебя уже студия с этого момента. То есть, студия начинается с одного, с внутренности твоих. И вот мне на конференции девчонки говорили, я забыл об этом им сказать. Вот сейчас ты мне еще раз напомнил, сейчас в этом видео я говорю. Студия – это не когда вы кого-то нанимаете, делегируете. Это когда у вас образ мышления работает на тему, связанную с тем, что правильные у тебя мысли и стратегически ты понимаешь и все делаешь. Вот что главное. И тогда, после этого, ты можешь уже нанимать. Вот слушай, я, кстати, это интересный момент. Я вот вообще не с тобой стал это замечать. Когда я предлагаю какую-то идею, ты не пытаешься понять, как бы, как ее сделать. А ты пытаешься понять, как ее растянуть там в 30 раз условно. Как это сделать на конвейере, как применить в будущем, как продать. Вот оно. То есть я с удивлением на это смотрю. Ну, то есть типа, нифига себе. Стал так мыслить? Да. Ну, то есть прям я стал это замечать, по крайней мере, как это происходит. Потому что у меня обычно там, у меня появляется идея, я такой думаю, какой следующий шаг, как ее сделать. А как ее сделать 30 раз ритмично, это прям сложно. Ну вот, когда ты подмечаешь эту тему, когда у тебя… На самом деле можно вот просто так с пальцем себе щелкнуть, либо кого-то попросить щелкнуть, или там какую-то себе пометочку поставить, что как только к тебе идет идея, первым делом, что я делаю, не как ее сделать, а как и сделать чужими руками. Ну, или как я сделал действительно на конвейере. Многократно могу и повторить или нет. И часто, если я не могу это сделать, то я от нее отказываюсь, насколько она выгодная бы не была, потому что смысла нет вообще. Выгоднее строить систему какие-то. Всегда. То есть это в следующий уровень. Ну, мы еще поговорим об этом. У меня есть там аргументы против. Слушай, а вот немножко в завершении видео. Ты оставил комментарий к квизу, и сейчас об этом слегка проговорился. Ты говорил, что в квизе есть кусочек текста, посвященный тому, что работать в дизайне еще и клево. Ты работаешь с успешными людьми. Мой опыт общения с очень богатыми людьми, они правда по-другому мыслят, они вокруг себя пространство искажают даже. Иногда бывает, что человек, он так говорит, он так себя ведет, так живет, что прямо ты загораешься от него чем-то и думаешь, я за него сейчас пошел бы просто драться на улице, потому что он реально особенный. И вот это прям втягивает тебя во что-то. Ну вот, я немножко возвращаюсь к твоему комментарию к моему квизу. Ты писал, что общение с каким-то успешным человеком вообще тебя надоумило студию открыть. Или совет этого человека, ты можешь про это чуть подробнее рассказать? Да, у меня был заказчик, Павел, один из первых, он был владельцем салонов красоты, и я ему сделал салон красоты, и потом квартиру ему делал. И он говорит, ну давай быстрее, быстрее, я не могу, я рисую еще что-то. Говорит, ну ты делегируй, отдай там визуализацию кому-то, он уже тогда соображал. Я такой думаю, да нет, никто не может это сделать, я-то лучше знаю как надо. Говорит, ну ладно, хорошо, делай как лучше. У меня вообще, я вообще никого, кто это еще, я текст пишу, а кого делегирую, как это вообще возможно? Он не стал меня переубеждать, он просто сказал, ну окей, через два года типа поговорим, я вижу, что этот парень талантливый, и через два года поговорим. Я через два года, ну мы до сих пор дружим, в гости иногда ездим, вот, Паша, привет, если смотришь. Через два года, да, сделал студию и обучил, и вот так открылся мой вот курс по дизайну, не дизайну, визуализации, а потом то же самое с дизайном я сделал. То есть можно делегировать, если ты понимаешь. Просто я не знал принципы делегирования, я не знал, как разбивать большую задачу на маленькие, я не умел это передавать. У меня не было просто по сути знаний, веря в себя, умения и технология, и опыта такого. То есть если бы это все... Слушай, а как это все пришло? Просто с опытом ты догнал это или как? Да, я действительно парень сообразительный, просто догнал. Но я потерял на это два года. Если бы мне кто-то сказал, смотри, Стас, тут есть, короче, вот те какие-то инструменты, я бы за неделю это сделал. Если бы мне психологически объяснили, как это работает, что типа все ничего страшного, и делая вот то-то-то, еще бы в безопасности, да, с комментариями, то я бы это сделал там, ну, за две недели вместо двух лет. Это супер бы сэкономило время и супер бы, ну, то есть сейчас бы я был там на большое количество лет вперед уже. Это дает тебе возможность. Это по сути то, чем ты занимаешься, обучаясь своих студентов. Да, это дает тебе возможность, твой вот этот потенциал реализовать. У нас же жизнь у всех ограничена, да, то есть хорошо, если ты там проживешь там, ну, сколько, не знаю, 80-100 лет сколько там получится. Вот, но как бы активная жизнь все равно ограничена. И плюс, ну, мало ли что случится, да, там машина собьет. Вот, а так ты просто свою вот эту цель, ценность, миссию, ты ее реализуешь там еще даже в юном возрасте и благодаря делегированию. То есть ты можешь масштабировать себя. А сделать что-то в мире большое, прикольное, всегда интереснее, чем сделать маленькое и серое. Прекрасно. Оставьте маленькое и серое нам обычным, маленьким всем людям. Я маленький серый денежки на этом и заработаю. Не, нельзя, слушай, я чувствую себя, знаешь, человек, хоббитом, который бьет интервью у эльфа. Блин. Эльф такой говорит, важно думать о будущих поколениях. Я такой, блин, мне бы народы копать до зимы просто, чтобы там... У меня есть табличка, я тебе покажу, называется энциклопедия ложных убеждений. Я туда собрал все, что в психологических всяких штуках нашел. То есть там 150 позиций. Но я еще не отсортировал до конца. Я думаю, чтобы для красивого числа будет 100 типа вредных и полезных убеждений. Там будет два столбика. Слева типа как надо мыслить, а справа как не надо. И там будет сверху такой дисклеймер. Типа не спрашивай меня, почему, поверь, это так. Ну типа хочешь копаться, иди читай книги. Там я тебе список литературы дам. Не хочешь копаться, просто поверь, я все проштудировал. Вот неудачники думают вот так, а умные вот так. И если ты находишь свои мысли извлечения в левом столбике, то это не значит, что это возможно для дискуссии. Это значит, что тебе нужно срочно думать, как поменять эти мысли. А это делается там с помощью технологий, психологов, НЛП, чего хочешь. Ну просто меняй. То есть у тебя задача появляется, поменять образ мысли. Все, поменяешь, у тебя успех идет. То есть как бы казалось бы, какая-то неведомая хрень, но блин, это точно сработает. Да, хорошо. Ну посмотрим. Я, кажется, буду одним из первых тестеров твоей новой книжки, посмотрим, поменяются у меня убеждения или нет. Я сейчас, знаешь, чувствую, вот мы сколько с тобой уже знакомы, мы довольно прилично, и каждый раз я себя чувствую, знаешь, таким пациентом, который не верит своему доктору. Доктор говорит, надо пить таблеточки. Я такой, доктор, ну погодите, может как-то иначе рассосется. Такой, не рассосется, пей. Просто возьми и выпей. Ну я же тебя не лечу никак, мы с тобой даже не работаем в плане. Это просто метафора. Да, ты просто, смотри, это же большая разница. То есть все, что я говорю, это просто для смеха больше. Если бы мы с тобой работали, я бы по-другому вообще работал, и я бы тебе эффективно подал программу упражнения. Думаешь, это возможно? Ну конечно, возможно. Ну у меня вот помощница приезжала, с Ксением мы поработали за два часа. Ну, Ксения, привет. Через слезы, боль, страдания и очень-очень, ну это очень серьезно. Но я говорю сразу, типа выбор какой. Говорит, я хочу там, ну допустим, денег там, в Москву переехать, там, квартиру за 15 миллионов, например, купить там. В итоге, ты готова поработать? Да. Но при этом вопрос в чем? Вопрос в том, что готов ли ты действительно поработать или хочешь, чтобы тебя хвалили, например. То есть, работайте на мой мотиватор, а человек правда хочет его хвалили. И что? Это да, это в левом столбике. Почему? Потому что, когда тебя хвалят, ну как бы да, я молодец, значит, можно не стараться. Ну, например, я не говорю, что не надо хвалить, я говорю, что надо быть объективным. И еще самое важное, ну психологи тоже скажут, что, короче, если ты зависим от похвалы, если ты вот сидишь на этой вот игле до похвалы, это плохо, потому что ты не уверена от этого, а у тебя ключевая характеристика движения вперед, это уверенность. Вот, но Ксения молодец, быстро поняла, то есть, ну, девчонкам вообще сложно, это эмоциональная очень история, вот, но кто собирается, может взять себе, ну, в кулак свою волю и на следующий день ее как подменили, поэтому Ксения молодец, у тебя все точно получится, передаю тебе привет. Она, кстати, тоже тебе передавал, сказал, что твои видео она очень любит и с удовольствием смотрит. Спасибо, Ксения, прекрасно. Слушайте, ты сегодня столько приветов, что передавал, у нас в поле чудес какой-то. А еще Оксана, она здесь ходит у нас по поселку, говорит, тоже смотрю интервью с неким интересным собеседником. Прекрасно, она про тебя, я думаю, говорила, конечно. Ну, ладно, Оксана, спасибо большое, мне правда приятно. Вот, но все хорошего понемножку, мы потихоньку будем сбежать. А ты фан-базу все собираешь? Друзей, друзья. А мне нужно, пока мне нужен личный бренд, видишь, еще систематизировать, как мы поняли, фан-базу-то что с ней делать? Оставляй запрос, поработаем. Договорились, я оставлю на форуме, на сайте. На этом мы потихонечку прекращаем. Хорошего понемножку, мы скоро продолжим. Мы со Станиславом поговорили и обсудили, что мы такие видео будем относительно регулярно записывать. Если, Станислав, я правильно понял, мы хотим раз в неделю выпускать, это так? Я без проблем, да. 40 минут пролетели как 5. Мне кажется, многим полезно и интересно. Да и нам тоже, в принципе, неплохо. Да, это было неплохо. Спасибо, друзья. Вы всегда можете оставлять ваши вопросы в комментариях, я с удовольствием зачитаю гуру и ответ вы услышите в прямом эфире. Возможно, им даже привет передадут, это тоже ценно в наше время. Спасибо, друзья. По заявкам, да? Присылайте вопросы, 10 тысяч рублей на карту Сергею. Да, слушай, это как, знаешь, как в стримах у звезд Ютуба, они там шлёшь, дизлежь, он тебе присылает. Слушай, я долго тоже не мог понять, кто эти люди, ну типа, зачем они донатят, а потом понял, ну как бы ну то есть я потом посмотрел, где-то был видео в Ютубе, то есть зачем люди донатят, и там как бы люди объясняли зачем, и там много мотивации по ценностям, то есть кто-то хочет, там, ну как бы, кто-то помнит себя в таком же положении и хочет помочь, ну вот просто кому-то нравится, хочет помочь, то есть реально есть мотивация, которые это делают, вот, очень прикольно. Да, и таких людей много, то есть в целом это индустрия тоже рабочая, если под них работаешь, то донатами можно много собирать. Это одна из моделей монетизации, но она с авторитетом, скорее всего, не будет работать. Это да, я думаю, тоже, да, действительно, это немножко не моя история. Ты не можешь продавать дорогой продукт и просить на донат пожертвований, то есть это будет не соответствовать, поэтому, ну, разрушать будет такую тему. Как скажешь, не будем донаты принимать, ладно. Ну что ж, не, погоди, ты же принимаешь какую-то тему, у тебя подписка есть, да? Ну да, у меня есть платная рассылка. Я сейчас клуб, кстати, тоже сделал, у нас есть клуб по 2000 рублей в месяц, стоит, и я там прям вот всем комментирую, то есть ребятам с нуля помогаю вот разобраться вот в этой теме психологии, в теме как начать рекламу делать, в инстаграме выложил, ну то есть такие прям темы, чтобы начать зарабатывать с 50 до 150 тысяч. Вот давай этой темы закроем как раз выпуск. Слушай, а как попасть в этот клуб? Можно набрать в интернете system.club и заплатить. А слушай, вот такой вопрос, а вот я заплачу, и смотри, а там будет тысяча человек сидеть, и мой ответ, там вопрос никто не увидит. Там не тысяча человек, а психология людей такова, что многие просто читают, то есть активно сидят обычно около 10%, вот, соответственно, если тысяча будет сидеть, там будет 100 человек, ну с ними можно справиться. Но у нас пока не тысяча, у нас, мы клуб будем делать наверное до 100-1005 тысяч, то есть пока я управление не потеряю в плане комментариев. Пока сейчас я, в принципе, отвечаю на все вопросы, и это мега круто, потому что ты можешь мне задать вопрос по твоей ситуации, я прокомментирую. Да, я выложу его в публичный доступ, ну как бы это некомпененциально, но зато это дешево, за 2000 можно получить отличный ответ практически по любому вопросу и посмотреть, как у других это получается. И плюс там задания даются еще, то есть я даю задания там по упаковке, по инстаграму, по систематизации, по работе с клиентом, ну, разные темы. Интересно, и получается, что чем быстрее в него вступишь, тем выше твои шансы, что он не закроется перед твоим носом, потому что набраны все люди уже. Да, в него поступить можно, ну вот мы делаем запуски, особо не рекламируем, с конференции я беру ребят, потому что я говорю, вот у вас сейчас там каша в голове, давайте сейчас вот следующий год, мы будем внедрять, и на следующей конференции вы сможете даже выступить, ну потому что если у вас будут результаты, если вы все сделаете, то мы у вас дадим блок, там 15 минут, есть блиц выступления, как новички добиваются суперрезультатов, то есть очень классно. Клево, спасибо, интересно. Так что, друзья, вступайте в клуб, готовьтесь, ты не стал, будет дальше мучить меня в наших видосах. Вот, а мы с вами увидимся через неделю, по любым вопросам пишите, узнайте, где нас найти. Спасибо, друзья, спасибо, Стас, побресьте, наконец, как я, что-то измученное так выражу. Авторитетно. Прекрасно, спасибо, пока. Прекрасно, спасибо.